Принцип о том, что те, кто над вами, очень заинтересованы в вашем успехе. Поэтому здесь не может быть никаких подвохов. Здесь может быть обучение только тому, что нужно вам. Не слышу, что говорю? Учитель, двигать камни это одно, а тут совсем другое дело. Нет, не другое. Другое в голове лишь. Разучиться должен ты, чему учился. Но если вас учит профессионал, у которого шикарные результаты в этом бизнесе, и ты понимаешь, что этот профессионал, твой спонсор, твой вышестоящий куратор, он над тобой находится, ты можешь смело брать и делать то, чему тебя учат. По одной простой мысли. Ему невыгодно тебя учить какой-то фигне. Сто процентов невыгодно. Потому что если у тебя не получится этот бизнес, то ты, скорее всего, в нем скопытишься. Когда ты в нем скопытишься, что придется делать спонсорам? Искать новых людей. Поэтому все-таки имеет смысл как-то учить тому, что позволит тебе как можно дольше не скопытиться, для того, чтобы ты получил максимальные результаты в этом бизнесе. Отсюда выстраивается первых два правила. Есть два золотых правила этого бизнеса. И даже если вы старичок, все равно их себе запишите. Старичок имеется в виду в этом бизнесе. Может быть, вы молоды. Он как у нас Аркадий, которому 19 лет, но он уже в этом бизнесе. Аркадий, сколько ты в этом бизнесе? Три года. Три года. Да, парню 19 лет. При этом старичок уже немножко. Потому что был на всех школах. А есть те, которые только что подписались, и вам может быть 50 лет. Но вы ничего не понимаете в этом бизнесе. И вы новичок. Старое банальное правило, но без него не работает. Спонсор всегда прав. Правило номер два. Аркадий? Читай правило номер один. Если спонсор не прав, смотри правило номер один. Спонсор всегда прав. Почему? Потому что спонсор заинтересован в твоем успехе. И даже если тебе не нравится то, что говорит спонсор, но у спонсора результаты лучше, чем у тебя, сделай результаты лучше, чем у спонсора, потом выпендривайся. Если не сделал результаты лучше, чем у спонсора, заткнись и слушайся. Спонсор говорит прыгай. Не спрашивай куда и зачем, спрашивай сколько раз. Спонсор говорит барандучок это птичка. Не выпендриваемся, ищем перышки. Потому что спонсор всегда прав. Очень важно это правило себе запомнить. По одной простой причине. Хочешь добиться успеха, слушай тех, кто над тобой. Не тех, кто рядом. Не тех, кто под. Не тех, кто сбоку. Не тех, кто случайно мимо проходил и дал тебе совет. Советчиков у нас, во, километры. И можно в этом погрязнуть. А можно идти вперед, слушая спонсоров. Сейчас вам дам маленькую карту на пути к успеху. И хочу, чтобы вы на нее обратили серьезное внимание. В ней будет урок как для новичков, так и для старичков. А представьте себе такую ситуацию. Вот здесь вы стартуете, да. И у вас дальше какая-то извилистая дорога есть. И которая идет в итоге к вашему успеху. Да. А по дороге, дорога бывает прямая к успеху? Как показывает практика, нет. Почему? Потому что если бы дорога была прямая, она была бы очень простая. И все бы давным-давно до него дошли. Так? Так. И по ним вы дойдете до успеха быстрее. Потому что кто-то вот по этой дороге проложил карту, маршрут. И он говорит, смотри, по дороге, вот здесь вот, в самом начале пути, есть опасность, что ты можешь свернуть в такое место, которое там всякие елки, палки, другие деревья, пенечки. Блин, я плохой художник. Короче, это лес. Что такое лес на старте для новичка? Это метафора, да? Ребят, как вы думаете, что такое лес? Велосипед. А? Велосипед. А, да, близко, близко. Почему велосипед там? Он тоже в лесу. В лесу есть велосипед. Точнее, вы лысый пыд. Лес – это куча мнений, как куча деревьев. Там есть куча мнений. Там есть обязательно куча леших, сука, советчики. Это которые все знают, как правильно и как неправильно. Они все тебе советуют. Там есть куча тех, которые сидят на пенечках и что-то умничают. Там есть куча разных велосипедов. То есть, ты изобретаешь среди кучи вариантов. Деревья – это как варианты. Лес – это тьма всяких вариантов, советов и прочей фигни. Если ты вдруг свернул в лес, внимательно слушай голос спонсора. Там где-то есть вышестоящий спонсор, и он орет тебе периодически со школ. Ау! Кам, цумир! Кам, кам, бэйби! Сюда иди! Туда не ходи! Там пенек в башка попадет, деревья на голову упадет, в капкан попадешь. С лохами подружишься, сам лохом станешь. Дальше. Вот это первое, чему вам нужно остерегаться. Ребятки, в лесу есть еще одна хрень жуткая. Она есть и в лесу, она есть по всей дороге. Вы ее не видите, это как радиация. Как вы думаете, какой ваш самый злейший враг? Ваш главный враг, это ваши сомнения. Они разъедают изнутри. Негативщику можно врожу дать. Сомнением врожу дать нельзя. Когда тебе чушок, который ни хрена не понимает в этом бизнесе, в лесу рассказывает, как надо изобрести велосипед, с ним можно на этом велосипеде покататься, но когда поймешь, что он без седла и что-то больно, ему можно в глаз плюнуть. И сделать его виноватым. Но сомнения, они же ты. Это же ты сам себя оттуда разъедаешь. Получится, не получится. Ребятки, простая, тупейшая, блин, логика. Если у кого-то получилось, у тебя получится тоже. И бред из серии. Может быть я не такой. Какой не такой? Что значит не такой? Я не обладаю тем складом характера. Что за бред ты сейчас мне сказал? А вот навыков у тебя таких нет, я верю. Но навыки приобретаемы. Все остальное это отговорки. Если у одного человека получилось, у тебя получится с неизбежностью. Главное что? Учиться делать шаги, анализировать и сдаться к чертовой матери. Да? Нет? А что? Не учиться, изобретать велосипеды, делать шаги и сдаться к чертовой матери. Нет? А что делать? А, учиться, изобретать велосипеды, ничего не делать и сдаться к чертовой матери. Вы смеетесь, как будто бы я говорю какую-то хрень. Но вы эту хрень делаете. Вы эту хрень изобретаете каждый день. Вместо того, чтобы учиться у тех, кто путь прошел, ну зачем самому наступать на грабли? Делать то, что тебе говорят, анализировать, где ты накосячил, сравнивать с тем, что сказали, и никогда не сдаваться, просто не сдаваться. И у тебя в итоге с неизбежностью все получится. Куда ты нахрен денешься? И все сомнения из серии, наверное, это не то, это не та, я не я, и что-то не моя. Нафига? Шаг за шагом, степ бай степ. Если я тебе о чем-то говорю, у меня дурак на лбу точно не написано. Включи логику. Я 18 лет в этом бизнесе, я до этого в четырех компаниях был либо лучший, либо один из лучших. Потом создал свою компанию, которая сегодня одна из лучших на рынке. И сегодня я создал еще одну свою компанию, которая уже за три месяца стала эталоном для многих компаний. Вы не представляете, сколько у нас фишек тырят? Меня достало 90% рынка. Какой 90? 98% рынка это пирамидосы. Чистейшие воды пирамидосы. Среди них даже технического скама процентов 5. Понимаете, нет, что такое технический скам? Это когда владельцы не задумывали пирамидос, но он таким получился, потому что у них тупо не хватило опыта, он соскамился и рухнул. Процентов 5. Остальные 94% это реально задуманный скам. Все. Люди, которые в них идут, они просто дебилы. Но, к сожалению, как показывает продолжительность Дома 2 и его рейтинги, дебилов у нас много. Если вы пытались хоть раз смотреть Дом 2, то вспоминаются слова, может кто-то вспомнит, когда это было такое юматеристическое шоу ОСП Студия. Там было черти, пытка культурой, и самая лютая. Да? То есть люди, пытка Домом 2, это просто жесть. Мне кажется, нормального думающего человека можно привязывать к стулу, вставлять ему спички в глаза, чтобы он закрыть их не мог, заклеивать ему рот, чтобы он не орал, чтобы не слышать это дерьмище. И минут через 15 он будет сходить с ума. Ему еще можно этих показать. Телепузиков. Это просто убить думающего человека сразу. Мне кажется, китайцы ничего не знали о пытках. У них не было дома. Немножко поржал, отвлекся, рак мозга кто-то пишет. Люблю скам, хорошая фраза, правда, два утащу, тащи с удовольствием. Реально, в Древней Греции когда-то было написано худших всегда большинство. Лес. Понятно, да? Что самое страшное в лесу? Еще раз. Советчики. Велосипеды. Для тех, кто не знает, велосипед, кто знает, что велосипед пишется вот так вот, но велосипед, это имеется в виду, что ты даже велосипед изобрел, как по-другому писать. А есть здесь другая фигня, тоже очень страшная. Она вот здесь вот. Здесь болото неудачников. Это те, которые совсем ни хрена не делают. Если эти хотя бы видимость делают, эти вообще, они тусовщики. Они чем занимаются? ИБД, имитация бурной деятельности. Вот как, например, вчера полгруппы сказали, что им надо сильно поработать, а потом полдня херачила музыка. Работники. Что надо с ними делать? Многие неопытные спонсоры их мочат. В сортире. Их мочить не надо. Толку от этого не будет никакого. Вы их просто поубиваете, и они бросят бизнес. Но полезны ли вот эти вот ИБДшники, как вы думаете, и чем они могут быть полезны? Продолжение следует...